Всем большой привет! Получила я очередную коробочку красоты от Cosmopolitan. Называется коробочка Вау Бокс. Это действительно Вау. Это новогодний бьюти бокс. В него входит 11 потрясающих средств. Вы сейчас в этом убедитесь. Я когда открыла, честно, вот прямо думать перестала от того, что не ожидала увидеть первый продукт. Половину коробочки занимал аромат от Антония Бандерас. Это жестяная упаковка. Название. Он такой прямо немаленький. Давайте поближе информацию мы посмотрим. В аромате 80 мл. Вот здесь есть. Вот так упаковано. Вот настолько это было неожиданно, настолько это было приятно. И когда открыла, действительно на меня смотрел. Прекрасный аромат. Видно, что флакон аромат зеленого цвета. Это, на любой взгляд и по описанию, это все-таки свежий зеленый аромат. Красивая крышка, красивое оформление. Такой вот он прямо с гранями. Флакон симпатичный, красивый. Я его поставлю рядышком и описание прочитаю для вас. Какие ноты входят в этот аромат. Аромат королевы обольщения. Элегантный. Волна морской свежести усиливается звучанием ярких нот грейпфрута и сочной малины. Утонченные цветочные ноты, окутанные вуалью розового перца, возглавляют композицию аромата. Элегантный аккорд замши констрастирует с притягательными полутонами амбры и нотами кедрового дерева в базе аромата. Завершая композицию. Вы знаете, аромат летний, свежий. Достаточно такой яркий. В него входит грейпфрут, который хорошо слышится. Он может для кого-то утяжелять аромат. Но это чисто лето, жара, брызги фонтана в жаркую погоду. Для меня это порыв ветра в знойный день. Неожиданный порыв ветра. Не каждому подойдет этот аромат, потому что он немножко отяжеляется этими нотками грейпфрута. Но сочная малина делает вот какую-то изюминку, придает этому аромату. Не представляю его на молоденькой девочке. Но тем не менее, если девочка активная, если она целенаправленная, решительная, целеустремленная скорее, то вполне, вполне аромат красивый, интересный. Но те, кто любит легкие цветочные ароматы, он не подойдет. В любом случае, я думаю, найдется та королева обольщения, как тут написано, кому этот аромат очень понравится. Но мне было очень приятно. Все знают, по крайней мере, постоянные мои подписчики прекрасно знают, что аромат зелени и цитрусов я люблю. Я люблю даже тяжелую ноту грейпфрута в ароматах. Потому что для меня вот все, что связано с цитрусами, в ароматах, вот особую изюминку, особую какую-то пикантность придает. Ну, давайте смотреть дальше. Следующее, что было в коробочке, это крем. Крем для лица, для Ирак. Здесь 15 мл. Я сейчас вам прочитаю все, что о нем говорится. 15 мл. Давайте. Открою я, достану саму баночку. Вот так симпатично выглядит, зеркалит крышка. Он зафольгирован, пока открывать не буду. Этот крем многие хвалят, но я потом расскажу подробнее мое мнение. Зачитаю, что заявлено об этом креме. Полноразмерная версия стоит больше 7000 рублей. Бархатистый крем подходит для всех типов кожи, обеспечивает глобальный антивозрастной уход, предназначен для кожи, утратившей упругость, неоднородной текстурой и пигментными пятнами. Уникальный комплекс воспроизводит действия кожных протеинов, запуская естественный процесс восстановления структурных элементов кожи. Использовать утром и вечером самостоятельно или после применения сыворотки. Срок годности этого крема до мая 2023 года. Отличный срок, это здорово. Следующее, что было в коробочке, это увлажняющий дневной крем. Он у меня в тубе, но полноразмерная версия идет в круглой баночке. 15 мл в моем креме и я сейчас вам тоже зачитаю, что о нем говорится, что заявлено. Вот так поближе я вам покажу. И теперь информация. Это увлажняющий дневной крем, который повышает уровень гидротации кожи, придает мягкость и ощущение комфорта. Усиленный комплекс увеличивает уровень влаги. Крем быстро впитывается, дарит ощущение свежести, эластичности и мягкости. Возвращает естественное сияние. Это дневной крем. Днем наносить на очищенную кожу лица и шеи. Использовать до апреля 2020 года. Очень хорошо, что в брошюре написан срок годности каждого средства. Это здорово. Следующее, это от Шварцкопт. Интенсивная сыворотка для кончиков волос. Сыворотка выглядит вот так в тубе. Полноразмерная версия в розовой тубе идет. А в моей 30 мл. Это тоже немало. Потому что сыворотке для кончиков волос нужно совсем чуть-чуть. Я ее поставлю вот так рядышком. И зачитаю, что о ней заявляет производитель. Кстати, ее цена 990 рублей. Ну, полноразмерная, конечно. Она запечатывает волосы и предотвращает сечение. Предназначена непосредственно для решения проблемы разрушения волос и их сечения. Позволяет отрастить здоровые длинные волосы. Легкая кремовая текстура средства без утяжеления на волосах является завершающим этапом ухода и восстановления. Разотри небольшое количество средства в ладонях. Нанеси их на посеченные кончики. Не смывай. Следующее средство от АВЕН. Это увлажняющий крем для нормальной смешанной кожи. Полноразмерная версия стоит 1280 рублей. У меня 15 миллилитров. Такой мини формат. Тоже ставим рядышком. И я постараюсь быстренько зачитать. Обеспечивает кожи интенсивное и длительное увлажнение. Придаёт коже матовость. Увлажняющие компоненты обеспечивают проникновение и распределение термальной воды АВЕН в коже и контролируют потерю воды. Успокаивает, снимает раздражение, нежно покрывает кожу. Наносить утром или вечером на идеально чистую и сухую кожу. Вот так надо использовать. Конечно будем пользоваться. Также была, правда, одна влажная салфетка для снятия макияжа с углём от Сифора. Цена 420 рублей за упаковку. А в упаковке обычно 25 штук. Ну а я попробую одну. Вот так она выглядит. Про салфетки говорится, что так как они с углём, который придаёт продукту очень приятный свежий запах, дарит настоящее наслаждение во время ритуала ухода за кожей. Отшелушивает и придаёт детокс-эффект. Для снятия макияжа не нужно смывать водой. Подходит для всех типов кожи. Но я подробно прямо не стала читать. Лак. Был лак для ногтей, OPI. Цена 500 рублей заявлена за полноразмерную продукт, версию. Давайте посмотрим кисточку. Такой красивый, тёмный оттенок. Так плоская, а так лопаточкой. Удобно наносить в один-два слоя. У меня не было ещё... Так, оттенок у меня номер 5. От этой фирмы у меня ещё не было лаков. Это будет первый. Про лаки. Марка OPI является мировым лидером в области профессионального ухода за ногтями. И они являются образцом безупречного качества для абсолютно идеального маникюра и педикюра. Превосходная формула содержит натуральный шёлк и аминокислоты, которые обеспечивают стойкое покрытие до 7 дней глянцевый блеск. Один-два слоя на чистые сухие ногти. Наносить, дать просохнуть. Я так понимаю, что мог любой оттенок попасться мне. Но вот попался номер 3. Атурьяш термальная вода у меня 50 мл. Не первый раз она мне попадается и очень нравится. Эту воду не надо смывать, её не надо вытирать, её не надо сушить. Распределяете по лицу. Так, вот тут была заглушка, я её аннулировала. Распределяете по лицу и она сама высыхает. Отличное средство, хорошо работает на лице. Я не буду зачитывать сложные слова. Я могу вам, знаете, что показать? Я вообще читаю буклет вот так. Я фотографировала данные. У меня просто без буклета коробочка, я отдельно её сфоткала. Можете сами прочитать, как работает термальная вода. Мне, чтобы на словах не вспотыкаться на сложных. Но она отличная. Дальше следующее средство. От Кинзаки. Я сейчас информацию тоже найду. Чувственный крем для тела. Он в круглой баночке обычно. У меня мини-версия 10 мл. Сейчас мы с вами её посмотрим. Ну, наверняка тут туба просто. Вот такая вот маленькая туба. Сейчас мы её здесь поставим. Коробочку ютуба. И прочитаем информацию. Обычно в круглой банке. 3,740 стоит полноразмерная версия. Насыщенная, сочная текстура чувственного крема для тела Кинзаки. Делает кожу мягкой, ароматной, атласной и соблазнительной. Концентрат растительной воды риса, масло капуаку и инжир в составе крема. И интенсивно питают, увлажняют и смягчают кожу, даря ей небывалую шелковистость. Вот такое обещание. Кстати, от Урьяж я вам не показала. Была ещё вот такая вот карточка. На скидку 15%. Давайте я тоже покажу информацию вот так поближе. Вдруг она кому-то пригодится. Вот так. Если что, остановите. На паузу нажмите. И следующие два средства. Это ароматы. Аромат первый, который я вам покажу. Монгерлен. У меня уже не так давно был точно такой же пробник аромата. Он мне понравился. И сейчас я смогу прочитать ноты. Потому что теперь у меня есть ноты на этот аромат. Он, как девочки некоторые писали, кому-то не очень понравился. Так как тяжеловатый. Но понятно почему. Потому что в него входит лаванда. Но мне вот аромат понравился очень. Полноразмерная версия стоит больше 8000 рублей. Новая туалетная вода Монгерлен оживлена неожиданной гранью. Ноты мандарина. Вот поэтому мне и нравится. Сочная цитрусовая цедра смешивается со свежестью прекрасной лаванды Карла. Представленной в сверхдозе. Чуть позже появляются жасмин самбак и таитянская ваниль. Первичные ингредиенты, составляющие подпись Монгерлен. Вот такое вот описание этого аромата. Ну мандарин да. Я слышу этот мандарин. Лаванда может быть чуть-чуть утяжеляет. Но в нем есть еще какая-то сладость. Но такая знаете для многих тяжеловатая сладость. В целом мне понравилось. И понравилось именно на улицу с этим ароматом. Не дома, а когда на шарфик и на улицу. Либо на мех и на улицу. Поэтому вот в холодную погоду его выгуливать очень приятно. И последний аромат, который мне понравился очень. Но также он должен найти своего любителя. Для меня это была такая новинка. То, что я еще не пробовала никогда. Этот аромат особенный. Он не похожий ни на что. Я вам сейчас зачитаю ноты. Это парфюмерная вода. Цена 5100 рублей. Она сочетает царство растений и мощь животного мира. Приглашает прислушаться к своим инстинктам. Воссоединиться со своей истинной природой. Композиция выстроена на двух компонентах. Добавленных в завышенной концентрации. Нота тигровой лианы и лист ревеня. Восточный растительный чувственный аромат. До 2023 года срок годности. Вы знаете, он мне немножко напомнил ароматы, которые есть в Ифраше или в Доктор Пьер Рико. Вот там вот тоже ароматы такие сложные, насыщенные. И в какой-то мере тяжеловатые. Вот он такой вот тоже. Тут и сладость, и пряность, и вот эта восточная чувственность. Он не похожий ни на что, и в то же время какой-то оригинальный. Но опять же, ему нужно найти своего любителя. Ни один из ароматов, который сегодня у меня присутствует, нельзя назвать легкими. То есть каждый, он имеет какую-то свою сложную текстуру, структуру. Но от этого они становятся еще дороже и красивее. Вот такое наполнение было коробочке Космополитен. Она меня удивила, покорила и порадовала. Напишите, как вам такое наполнение понравилось бы вам, если бы к вам приехала вот такая коробочка. Понятное дело, что ароматы это дело на любителя. Но тем не менее, всем не угодишь. Понятно, что одним понравится, другим нет. Но в целом, мне показалось наполнение достойное, интересное и красивое. Ссылку я обязательно оставлю, где можно заказать коробочку. Будет под роликом в инфобоксе. Проходите, смотрите. Ну а я буду с вами прощаться. Всем приятного времени суток. И всем пока.